ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ И Сергея Гришнова, действительно нужно отыскать краем глаза, может быть, где-то ваш пульт, включите 21-ю кнопку, и мы вам не дадим больше уснуть, обещаем. Сегодня в программе. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Насколько вам позволяет возможность, ноги должны быть прямые. Если растяжка не очень хорошая, чуть согнуты в коленях. И начинаем скручивание. Делаем 15-20 повторений. Не забываем про дыхание. Выдыхаем на скручивании. Не надо сильно скручиваться. Достаточно короткой амплитуды. Чуть оторвали лопатки от пола. Этого достаточно. Закончили упражнение. Отдохнули. И переходим сразу к следующему упражнению. После полуминутного где-то отдыха. Упражнение назовем условно пяточки. Пытаемся коснуться рукой до пятки. Одной и второй. Делаем в таком среднем темпе. Здесь у нас прорабатываются косые мышцы пресса. Не забываем про дыхание. Касаемся каждой пяточки где-то 15 раз. Делаем полуминутный отдых. И переходим к следующему упражнению. Исходное положение. Обратный упор. Тянемся рукой к противоположной ноге. Сохраняем равновесие. Здесь у нас еще включаются мышцы-стабилизаторы. Делаем около 15 касаний каждой ноги. Здесь еще немножко задействованы мышцы ягодичные. Отдохнули. Переходим к упражнению. Динамичная планка. Исходное положение на локтях. Поочередно выпрямляем руки. Делаем около 30 подъемов, выпрямлений. Ну и при желании можно завершить упражнение просто статической планкой. Где-то от полуминуты до минуты. Наш комплекс на пресс закончен. Я надеюсь, что он вам понравился. Помните, что в здоровом теле здоровый дух. Я с вами прощаюсь. До свидания. Даша Рига неизменно делает так, чтобы ваша фигура выглядела стройной, выглядела идеальной, но вы себя чувствовали на все 100 баллов, а не лет. Да. Ну а прямо сейчас мы переходим к новостям. Самым главным новостям. А именно пятеро саратовских школьников дважды получили 100 балльные результаты по ЕГЭ. А говорят, что молния в одну точку дважды не идет. А вот бывает, бывает. На данный момент школьники уже узнали почти все результаты по экзаменам, сообщает пресс-служба Министерства образования Саратовской области. Напомним, ранее сообщалось, что в регионе 50 человек сдали русский язык на 100 баллов. Также два абитуриента отлично сдали экзамены по обществознанию. Пятеро набрали максимум баллов по литературе, шестеро по физике. И, внимание, барабанная дробь. Да нет, раскаты грома. Развергнитесь, хляби небесные. 11 человек набрали 100 баллов по информатике. Вот это уже уровень. Вот это уже я понимаю. Ребята, скорее на помощь. Айти-сфера страдает. Бегите. Может быть, действительно у нас появятся свои какие-то гаджеты уже наконец-то. Свои джобсы. Да. Поэтому продолжать в том же духе мы с вами. Потому что в наше время у меня был только русский язык ЕГЭ. Поэтому люди, которые сдают уже по всем предметам, для меня это просто герои. Ну, выкладывай. Как ты сдала русский? Русский? Ну, в общем-то, у меня была пятерка. А сколько баллов, я не помню. Но все было хорошо, и мне спасло сочинение. О, меня, кстати, тоже вытянула именно эта часть. Сколько баллов, не помню. Оценку не скажу. Ну, что вытянет ваш день сегодня, наверное, расскажет Мария Белат прямо сейчас. Давайте посмотрим. Мужчина-телец, женщина-стрелец. Жизненно важные вещи объединяют и обогащают этот союз. Деньги, страсти и любовь. Всего этого у этой пары предостаточно. Доброе утро. С вами астропсихолог Мария Белат. И мой прогноз на текущий день. Сегодняшний день лучше спланировать по определенным заранее планам и четко им придерживаться. Подходит для размеренной и сосредоточенной работы на результат. Мы невосприимчивы к эмоциям других людей. Эмоциональная сдержанность сегодня может стать причиной непонимания со стороны близких нам людей. Овин. Финансовые разногласия в делах будут осложнять ваше финансовое партнерство. Телец. Ваши деловые качества сейчас на пике. Если вы ими еще не воспользовались, то сегодня самое время. Близнецы. Любые операции с недвижимостью будут успешны. Действуйте. Рак. Сотрудничество и партнерство поможет преодолеть временные сложности в карьере и выйти из этого тупика. Лев. Можно позволить себе небольшой отдых и даже маленькие подарки. Дева. Неопределенность в отношениях с партнерами станет причиной беспокойства. Весы. Не стоит браться за сложные задачи. Отложите их до понедельника. Скорпион. Неплохой день для любого планирования и составления планов на будущее. Стрелец. Укрепление связи со старыми друзьями будет хорошим финалом. Это и удачный во всех смыслах недели. Козерог. Профессиональные проблемы заставят вас собрать все силы для их решения. Водолей. Сплетни вокруг вашей персоны могут породить ненужные вам проблемы. Постарайтесь не обращать на это внимание. Рыбы. Имея в распоряжении свободное время, вам будет непросто придумать, чем его можно занять. Если каждое утро вы с грустью смотрите в окно в ожидании второй половины, возможно, вам стоит почаще покидать стены своего убежища. Если вы уже это делали и не раз, тогда жду вашего письма с указанием даты, времени и места вашего рождения. Звезды знают все решения. Я в этом уверена. Да, веновсе пояснили, что еще не готовы правила для процедуры. Они разработаны, но не утверждены. Из-за этого пока правила не вступают в силу, а владельцы незарегистрированных квадрокоптеров не будут нести ответственность. Еще ранее, конечно, сообщалось, что владельцам квадрокоптеров и других беспилотных аппаратов воспрещается выполнять любые полеты, которые будут создавать опасность для людей. Чем опасен квадрокоптер? Ну вот не знаю. Так же они не смогут летать над прохожими зданиями или транспортными средствами, приближаться к пешеходам ближе, чем на 50 метров, летать около самолетов и вертолетов. Кроме того, полеты на высоте выше 150 метров также будут считаться нарушением закона. В общем, в стране будет создана своя система слежения за беспилотниками. И я уверен, что за беспилотниками будут следить другие беспилотники. На высоте 100 метров будут находиться одни, другие чуть пониже. Но еще честно скажу, на некоторые городские мероприятия я хочу приходить с теннисной ракеткой. А я бы с удовольствием поехала на любое городское мероприятие на велосипеде. С теннисной ракеткой. Я сейчас плавно хочу... Я понял, да. Я к тому, что я бы отбивался откуда-то в теннисной ракетке, а ты бы удирал на велосипеде. У тебя будет такая возможность 9 июля. Именно тогда в Саратове состоится ночной велопарад. Следующий велопарад. Организаторы придумали интересные маршруты и обещают интересную программу. Ну а что же необходимо иметь при себе и как попасть на ночное мероприятие, расскажет наш гость. Организатор мероприятия «Саратовский ночной велопарад» Дмитрий Милантьев. Вот он перед вами. Именно он придет к нам в гости сразу после выпуска новостей в 8 часов утра. И с ним мы поговорим о том, каково это ночью по саратовским дорогам ездить. Во сколько в Саратове все-таки начинается ночь в 10 вечера или в 11 по Москве или по Саратову стоит выходить на этот велопарад. Ну а также он расскажет о том, какое обмундирование должно быть у каждого велосипедиста, если ночью вышел в путь. Ну там, наверное, какая-то каска со светом, нет? Сейчас уже что-то еще придумали. Все светоотражающие элементы на вашей одежде точно должны присутствовать. Если днем, может быть, они не создадут вам серьезные ощущения защиты, то ночь так точно. Ну и вообще, опасна ли эта затея ночью выдвигаться из заводского района на велосипеде? Ну, вдруг, если кто-то оттуда. Мы все узнаем, все проверим, чтобы наши телезрители точно уже со спокойной душой ехали на велопарад. Дмитрию вы уже можете писать ваше смс-сообщение на наш смс-портал. Плюс семь девятьсот шесть триста два двадцать четыре двадцать четыре. Смс-ка стоит столько же, сколько обычное сообщение вашего мобильного оператора. Заскакивайте к нам на страничку ВКонтакте. Опрос там любопытный идет. Как часто вы используете велосипед и как часто хотели бы использовать велосипед, он запущен со вчерашнего вечера. Так что, если вы ночью возвращались на велосипед, мы могли как раз-таки проголосовать за один из пунктов. Ну, а вообще-то сегодня пятница, и, наверное, если даже он у вас и пылится, то пора его доставать. Да, протирать с него пыль, ну и всячески запрягать коней. Ну, а прямо сейчас мы узнаем, как правильно уволиться с работы, если уже пора. Так, привет, я на месте. Здрасте. Так, Жень, сейчас кофейку мне сделаешь, потом надо будет в химчистку сгонять, костюмчик бы забрать. В смысле, вы серьезно? Я вообще-то здесь не для этого работаю, у меня есть должностные обязанности, и это в них не входит. Я вообще творческая личность, по мне театры плачут, а я за вами, за вашими костюмами должен бегать здесь. Начальник воплощения зла, коллеги неадекватные, зарплата смешная. Наверняка многие из вас сталкивались с моментом, когда любимая работа надоела, и пора ее покидать. Сегодня я, Евгений Креков, расскажу, как правильно уволиться с работы. Ну, я тебя уволю тогда просто, и все, Женя. Иди в свои театры большие, малые. В смысле, за что это вы меня собрались увольнять? Прекратить трудовые отношения можно на общих основаниях, по инициативе работодателя и по дополнительным основаниям. Вот основные из них. Это соглашение сторон работника и работодателя, истечение срока трудового договора, расторжение трудового договора по инициативе работника, когда работник увольняется по собственному желанию, расторжение трудового договора по инициативе работодателя, перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю, а также при недовольтворительном результате испытательного срока. Ситуация, когда работник не согласен с требованиями работодателя, как в случае с Евгением, послужит основанием для увольнения по собственному желанию. А вот нет у вас таких оснований, не сможете вы меня уволить. Только напишешь заявление по собственному желанию и все. Нет, нет у меня такого желания, не заставите меня, не захочу. Требовать от работника написать заявление об увольнении по собственному желанию работодатель не вправе. Принятие решения об увольнении по собственному желанию и написание об этом соответствующего заявления – это исключительное право сотрудника. Такое требование от работодателя незаконно. А вот за такие проделки могут быть серьезные у вас проблемы. Димы, вы не соблюдаете трудовое законодательство, и поэтому увольняться я не буду. За кофе не пойду и в химичистку не поеду. Жень, ну тебя только спорить и умеешь. Потом доберусь до тебя. Нин, сделай кофе мне, пожалуйста. Будь мудрее. Хорошо, мне не сложно. Нин, чего ты вечно к ним подмазываешься? С руководством надо быть жестче, как я. Видела? Раз, и все, и на место поставил. Да, доведете вы меня, уеду я от вас на море куда-нибудь. Ага, а где деньги возьмешь? Выплатят. С нашим начальством дождешься. При увольнении по собственному желанию работодатель выплачивает работнику в день увольнения заработную плату по последний день работы включительно и компенсацию за все неиспользованные отпуска. Если при увольнении у вас возникли проблемы с работодателем, то эта информация будет для вас кстати. Работодатель вправе уволить подчиненного в том случае, если на то есть реальная причина. Если работодатель требует от вас написать заявление на увольнение по собственному желанию, это незаконно. Обращайтесь в трудовую инспекцию. При увольнении по собственному желанию работодатель обязан предоставить работнику все полагающиеся выплаты, причем в день увольнения. Доброе утро всем тем, кто только просыпается, тем, кто не ложился и тем, кто вместо сна неустанно работает на благо нашей Родины. Всех вас мы приветствуем на телеканале Саратов 24 в лице телеканала сегодня выступает Леон Мамедова. И Сергей Гришнов, мы в прямом эфире подчеркиваю, поэтому связь с нами на ваших экранах можете установить прямо сейчас. Вот как это сделал, например, Евгений. Спасибо большое за сообщение. Друзья, подтягивайтесь. Ребята, доброе утро, пишет Евгений. Прошу передать привет Анзинскому району. Всем улыбок и прекрасного настроения. И районы Саратовской области, давайте скинемся по СМС к нам в эфир, для того, чтобы мы могли поднять настроение. А Евгений молодец. Да, правильно. Но прямо сейчас давайте перейдем к событиям. В Саратове на улице Чернышевского на месте бывшего фонтана возле бассейна Сарата, все знают, где это место, будет строиться крытый спортивный центр пляжных видов спорта. Начало строительства намечено на весну 2018 года. Оценочная стоимость проекта 70 миллионов рублей. В спортивном центре, где предусматривается подогрев песка в холодное время. Ооо. Да, 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 да. В общем, там можно будет проводить тренировки и соревнования по пляжному футболу, теннису и волейболу. Планируется размещение трибун не менее чем на 200 сидячих мест. Слушай, ну в холодное время года, я так понимаю, прямо сейчас можно было бы пойти в крытый комплекс и там уже принять песочные ванны. Или поиграть в пляжный теннис. Да, солнечные не обещаем, но вот песочек там будет точно. И теннис. И в воскресенье 9 июля в городском парке Саратова состоится праздник, посвященный Всероссийскому Дню Семьи, Любви и Верности. В городском парке саратовцев ждут мастер-классы на любой вкус. Такие мастер-классы, например, как Твистер, Мы все верим в сказку, Жизненный путь моей семьи. Все желающие смогут принять участие в играх, арт-ризовании, ландшафтной терапии. Это то, чем обычно моя бабушка на городе занимается. Создавать песочные фантазии, а также заняться нейробикой. Нейробика это комплекс увлекательных и полезных упражнений, позволяющих стимулировать способность головного мозга к обучению. Мне кажется, что в мире наших планшетов, интернет-технологий, нам не помешает просто разгадать кроссворд хотя бы. О, да, согласен с тобой. Поэтому приходите. Я не слышу шум, как мои извилины шевелятся. 9 июля желательно, чтобы вы были верными и... Семейными и любимыми. Да, давайте стремиться к этому. Далее рубрика «Зооспас». Традиционно в этой рубрике мы пристраиваем одно из бездомных животных в добрые руки. Сегодня мы уверены, что ваше сердце растает от милейшего щенка по имени Миша. Посмотрите, какая прекрасная, чудесная охранница и умнейшая щенок-девочка по отличке Миша. Два с половиной месяца обработана, сделана уже первая прививка. Подойдет для проживания как в квартире, так и в теплой будке. Контактная в еде неприхотлива, поэтому можете прям со стола и что-нибудь так раз, и ложку в пасть. К выгулу приучается. Мне кажется, там даже и пасть это нет, там такой милый-милый... Да, лётик маленький. И периодически появляется только розовый язычок. Такие глаза ещё у них, ну вот посмотрите, это же просто прекрасно. Да, друзья, если ваше сердце растаяло 60-20-44, телефон волонтерского движения «Зооспас» в Саратове, непременно набирайте эти шесть заветных цифр, если вы мечтаете, чтобы Миша стала частью вашей семьи. И пускай вас не смущает, что это Миша, а она девочка. Да, зато она эксклюзивна, как никто другой. Ну а прямо сейчас рубрика от «Эксклюзива», давайте посмотрим что-то новое о своём здоровье, можно что-то узнать. Клиника «Эксклюзив» — это многопрофильное медицинское учреждение, оснащённое новейшим диагностическим и лечебным оборудованием производства Германии, США, Италии и Южной Кореи. Клиники проводят обследование и лечение заболеваний инновационными, малоинвазивными методиками. Основной принцип клиники «Эксклюзив» — это комплексный подход к лечению любого заболевания, включающий помимо общепризнанной терапии, рекомендации по образу жизни и питанию, составление долгосрочных программ ведения пациента, помогающих оставаться человеку здоровым, жизнерадостным и в прекрасной физической форме. Инновационное оборудование, высококвалифицированные специалисты, качественные медицинские услуги и сервис, разумные цены, индивидуальный подход к каждому пациенту — вот что является визитной карточкой клиники «Эксклюзив». Сегодня мы хотим рассказать вам об одном из важных направлений сосудистой хирургии. Варикозная болезнь нижних конечностей — это наиболее частая проблема, с которой пациенты обращаются в клинику «Эксклюзив» к сосудистому хирургу. И сегодня, на примере нашей героини, мы постараемся с вами разобрать, как с помощью наших самых последних и эксклюзивных технологий мы можем здесь помочь. Предварительно нашей пациентке было сделано дуплексное исследование вен нижних конечностей и диагностирована недостаточность остеального и стволовых клапанов большой подкожной вены. Также имеется варикозно изменённый приток большой подкожной вены. Используя аппарат радиочастотной абляции третьего последнего поколения, мы устраним патологический сброс по стволу большой подкожной вены, устранив недостаточность остеального и стволовых клапанов, А также при помощи мини-инвазивной операции, что выполняется также под местной анестезией, удалим варикозно-изменённый приток. Вся процедура займёт не более полутора часов. И спустя короткий период наблюдения пациентка сможет покинуть нашу клинику. Адрес клиники – город Саратов, улица Некрасова, дом 33, дробь 35. Телефон 759-759. Друзья, я хочу вам запомнить, что вы смотрите шоу Автопилот. Автопилот. Да. Я всё время говорю повторения, мать учения. С вами, мужчинами, ничего никто не услышит. Поэтому я всегда переговорю. Ливаныч, знаете, как делает за эфиром? Повторяй за мной. А-В-Т-О-ПИ-ЛОТ. Как его зовут? А! Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я говорю, извините, как это будет по-русски? Он говорит, Автопилот, просто запомни. Да. Сделай себе новую татуировку. И вы тоже запомните обязательно. Мы в прямом эфире, и наш вопрос ВКонтакте продолжает нас мучить. Теперь он мучит ещё и вас, но надеемся, что совместными усилиями мы сможем выбрать самый популярный ответ. Итак, вопрос стоял так. Как часто вы ездите на велосипеде? И я просто поражена количеством ответов каждый день на работу и по делам Это большинство Потому что я бы сейчас аплодировала стоя, но не буду 32% Вот это я понимаю, вот это я понимаю, что я аплодирую стоя Как вы это делаете? Просто вот расскажите нам, мы очень ждем ваших сообщений Может быть, это проголосовали медведи на велосипеде? А за ним медведи? Если они умеют ездить на велосипеде, то они могут и смс-ку написать, я думаю Ну, подтвердите или опровергните Далее у нас разделились голоса между по выходным катаюсь в парках или за городом И очень редко, но хотелось бы каждый день Это я так ответила Потому что, конечно, в данной ситуации у нас сложившиеся ситуации В общем-то, все работают и никто не пересаживается Если у вас есть альтернативное мнение, если вы хотите его высказать, не стесняйтесь Группа ВКонтакте открыта для того, чтобы вы писали комментарии СМС-портал включен и работает Поэтому вам остается лишь собрать свои мысли в кучу Утром это непросто сделать, но старайтесь И написать там СМС-ку, как это сделал, например, Леонид Он говорит, я бы с удовольствием ездил бы на работу на велосипеде, если бы на работе был душ Да! Дорогой работодатель, возьмите на заметку Душ поможет вам сэкономить на больничных ваших подчиненных Потому что, ну, это же будет оздоровление организма, как бы человек Скоро в институте построят саратов Дюма в парк Вебеда будет на велосипеде ездить Слушайте, ну, в любом случае, скоро в институте построят бассейн Можно просто поступить еще раз И точно уже ездить на велосипеде И по дороге на работу заскакивать на сессию Облазнуться перед работой, припарковать велосипед Пожить в студенческой жизни, запишать в столовую Что там еще можно сделать в СГУ? Много чего Поучиться, в конце концов, уму-разуму Далее будет следующая рубрика, из которой вы во всех подробностях узнаете О чем? О том и о всем Всем привет! С вами Альфья Багапова и вы смотрите Кинообзор Совсем недавно по России прокатилась волна выпускных вечеров В Саратове по этому поводу закатили большой концерт на театральной площади Каждый из нас хоть на минуту, но вспомнил свое школьное время Одноклассников, ну или просто веселые истории со времен школьной скамьи Согласитесь, в каждом классе был свой заводила, хулиган, человек Который разыгрывал всех, от учителей до учеников Мы решили продлить вам приятные воспоминания И уже в эту пятницу, 7 июля, на телеканале Саратов 24 Покажем российский драматический фильм Розыгрыш Всем привет! Меня зовут Игорь Глушко Поучусь с вами немного Че не по форме-то одет, а? Зеленыш, а? Да ладно, просто познакомиться надо Олег Комаров Тая Петрова Стиль жизни – лохушка Я хочу исправить, Александр Я дам вам шанс Розыгрыш – это российский художественный фильм, снятый режиссером Андреем Кудиенко в 2008 году По мотивам одноименного фильма Владимира Меньшова Главный герой фильма – лидер выпускного класса обычной московской школы На эту роль, кстати, пробовался Александр Дамогаров-младший Но выбор пал на Евгения Дмитриева из-за его большей схожести с Дмитрием Харатьяном Причем здесь Харатьян, скажете вы, да все просто Именно он снимался в главной роли фильма Владимира Меньшова Вот создатели решили, что отходить от привычного типажа в картине не стоит Роль новенького в классе, который является, кстати, ключевой в сюжете картины, сыграл Иван Алексеев Он же знаменитый музыкант, известный как Нойс МС Играя роль нового ученика-музыканта, он не только блистательно сыграл главного положительного героя Так еще и сочинил большую часть музыки и текстов к фильму, который сам же и исполнил И, кстати, в клипе Нойс МС и Мое море можно заметить кадры эпизодов, не вошедших в финальную версию фильма Что касается актеров, то они неподражаемы Каждый из них будто проживает свою жизнь Конечно, внешне школьниками их можно назвать с натяжкой Но пока вы будете наслаждаться фильмом, эта мысль вас не посетит ни разу Кассовые сборы картины перевалили за миллион долларов А сам фильм породил немало споров среди зрителей Кто-то утверждает, что современный розыгрыш – это абсолютно самостоятельная картина И ничуть не похоже на работу Владимира Меньшова А кто-то говорит, что это полностью скопированная история только в современной интерпретации А что думаете вы? Обязательно пишите нам после просмотра фильма на странице телеканала в социальных сетях Смотрите кинообзор на официальном сайте saratov24.tv и в мобильном приложении И помните, что помимо кино на «Саратов-24» еще много интересного Летняя смена началась Летим на отдых с саратовскими авиалиниями Прямые авиарейсы в Саратов, Сочи, Анапу, Симферополе, Геленджик Купить его билет вы можете на сайте авиакомпании Тройной W saratovairlines.ru Летим в Москву с саратовскими авиалиниями До пяти рейсов ежедневно в удобное для вас время Действует тариф социальный Купить билеты на сайте saratovairlines.ru Снова рады приветствовать всех тех, кто только что просыпается Только-только открывает глаза Нащупывает холодный пол под своей кроватью Ну, не пузом, а ногами встает И лучше с правой Поэтому давайте вставать У тебя счастливая нога правая? Ну, я думаю, что да Мне просто нужно сделать кульбит, чтобы встать с правой ноги Да? Да, потому что я сплю на левой стороне И встаю, честно сказать, не сразу телом всем Ну, в любом случае, даже если вы встали с левой ноги Второй Забудьте об этом и представьте, что справа Я ползу на кухню Что ты сейчас изобразил? Мою маню кофе Кому-то тебе какой-то осьминог так кусал сейчас, представлю Или я девочкой из звонка был Ну, почему нет? Потому что нет Потому что я мальчик Дай я увидел с вами инстаграм-подборку Саратов велосипедный Как велосипедисты живут в Саратове? Куда гоняют? Из нашей инстаграм-подборки узнаем Итак, вот он ночной дозор Первый он ночной странник Видите, у него красная Сашка лесен Ух ты, красиво как Это же известный саратовский фотограф Который Очень красиво Да, путешествует на велосипедах Вот лес, кажется, такое немного Это озеро Это маленькое кумысное озеро Все, я поняла тебя Это тоже, я думаю, скорее всего, кумысная поляна Нет, это сноубордист Который надолго задержался на второй дачной На спуске к горнолыжным А вот смотри Вот меня удивляют эти люди Я видел таких велосипедов уже, кажется, миллион Мне кажется, это всесезонка Которую можно... А это какая-то фэшн такая, да, уже, зарисовочка? Это ребенок А-а Почему он так бедро отклонил? Вот это уже скорее фэшн Да, вот это что-то близкое Ай, это... Романтик Иваныч Хочу такую фотографию Все, едем сейчас делать такую фотографию Пожалуйста Нам срочно слушать за карты Пожалуйста Вот, да, кто нас может так же сфотографировать с Сережей? Присылайте свои портфолио нам на почту его адрес Я могу быть в роли моста Лимон будет... Делосипедом я не буду Хватит уже меня использовать Далее городская зарисовка Необычное действие Друзья, царица в нашем городе На здании бывшей гостиницы России На пересечении Горького и проспекта Кирова Появилась картонная фигура писателя и поэта Владимира Маяковского Одного из моих любимых Кто ее водрузил на балкон третьего этажа Пока остается неизвестным Также на балконе появился баннер На котором процитировано стихотворение Маяковского послушайте Очевидно, неизвестные смонтировали объекты В преддверии дня рождения поэта 7 июля 19 июля по старому стилю 124 года назад поэт родился в Кутаийской губернии Ох, друзья, как хорошо, что вы готовы Совершать такие необычные культурные перформансы Благодаря которым жители города могут узнать что-то новенькое, например Или просто напомнить какую-то необычную дату сами себе в голове Ты понимаешь, да, что мы сегодня и поздравляем его с днем рождения? Владимир, Владимир, Владимир Маяковский Что же вы молчите? С днем рождения! Мое любимое стихотворение под Лиза Не знаю, как у всех остальных Поэтому читайте правильных авторов, а не всякую бульварную прессу Мое любимое в Маяковском Это его музей в Москве К сожалению, по-моему, он закрыт уже И его коммерческая жилка Он же знал, что ему платят за строчки Не знаю Я знаю Нет, это понятно, но не за все его произведения Не за все Но те, которые одно слово на строке Так, ладно, литературу ведут, тут собрались как будто бы Друзья, ну с литературой, правда, не айс Но вот зато все у нас хорошо с вечером под музыку радиоэнерджа С пяти до шести на волнах радиоэнерджа вас ждет большой саратовский интерактив Это универсальный способ борьбы с плохим настроением, если оно таковое у вас имеется Это целый час вашей любимой музыки, розыгрыши, классных подарков и общения в прямом эфире На этой неделе для вас уже готовы абонементы в современный фитнес-клуб А также билеты в кинотеатр на самые горячие киноновинки этого лета Обещаю Ну и если вы хотите передать привет и поздравления своим друзьям и близким Заходите в группу радиоэнерджа ВКонтакте Ну и также, друзья, там вы найдете анонсы всех розыгрышей, плейлисты под любое настроение А также там вы можете оставить свои сообщения Ну а на страничке НЖ Саратов в Инстаграме ежедневно вас ждет гороскоп Самые актуальные новости и просто классные картинки Итак, радиоэнерджи постоянно вещает на 87.9 FM И сегодня в пять вечера не исключение Включайте скорее традиоэнерджа Включайте ее обязательно Ну а сейчас, если мы заговорили уже о том, что лето, несмотря на то, что оно дождливое, холодное И, в общем-то, не самое пляжное Мы готовы проводить под мотивы радиоэнерджа То вот где дети должны проводить свои каникулы, узнаем мы с детского вопроса Говорят, дети – это интересные ответы на самые сложные вопросы из уст малышей Сегодня ребята расскажут, где провести лучшие каникулы Поехать на море На экскурсии есть В зоопарки ходить Ну, можно на море съездить В деревню поехать, на дачу Можно с друзьями погулять там где-нибудь Ну, я думаю, где-нибудь за границей Съездить куда-нибудь, посмотреть место На каникулы Или летний каникул можно провести либо на даче Либо где-нибудь еще Играть в игловой Игловой – это там, где полно игрушек И бассейн с шайками такими, маздоцветными Ну, можно посмотреть, какие есть музеи Какие есть театры, какие магазины старинные Красивые места, площади, здания Вот это вот можно посмотреть, когда приехать за границу Когда я был маленьким, я ездил на Волгу там На море можно там купаться, играть Искать лакушки Ну, да, всякое А еще куличики делать, песочек Блять, ей стоит всякую базу Можно съездить куда-нибудь Не знаю, в Крым, в Казань, там, на Тойное море Ну, у меня самые лучшие – это летние Например, прошлые самые лучшие были Потому что я ездила в незнакомую страну, Болгарию И там была, вернее, это город А там страна София Я говорю, о, в честь меня названа Ну, так я София, а там названа София И еще мне понравилось, потому что я ходила на площадку И там было очень весело Ну, в принципе, все каникулы хорошие Но самые лучшие летние Потому что ты можешь съездить на Волгу Скупаться Полежать на пляже, малинку есть И хочется, в принципе, съездить в страну, где кто не был Я был, конечно, у странных Которых нужно было лететь на самолете Или просто к папиному брату съездить вниз В Ниногрег Можно даже дома с друзьями Ну, там, с ними болтать, играть Там, с семьей Можно за границей где-нибудь на море С друзьями лучше всего, потому что веселиться Сходить куда-нибудь в парк погулять Уехал на Мальдивы Большущих, прям гигантский город В Сочи поехали В Сочи самый дорогой курорт У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участником нашей рубрики? Присылайте заявки на почту Мейл Собака Саратов В 24.тв И становитесь героями нашей рубрики Говорят дети Дети всегда знают правду Вот ты что бы ни делал А они точно знают Что летом можно сгонять на Волгу И искупаться там И они, эти летние каникулы Гораздо круче, чем любые другие Какие-нибудь там осенние Кто-то из ребят едет в Испанию Кто-то в Израиль А Алина Ковалева, между прочим Побывала уже в Париже На неделе моды И у нее будет очень много свежих Я думаю, выпусков Из которых мы узнаем О том, что нужно носить уже осенью Но нужно отметить Что неделя моды в Париже была от кутюр Это значит, что дичи на позиумах было столько Что остается еще только выбирать И выбирать обычные кэжл вещи Которые вы можете носить ежедневно Но на неделе моды от кутюр в Париже Навряд ли показывали что-то в духе сафари Потому что эта уже тема вошла в наш обиход И вот сейчас на эту тему Как правильно носить эти самые вещи Во всех подробностях расскажет наш звездный стилист Алина Ковалева Всем привет! С вами стилист Алина Ковалева Каждый весенний-летний сезон у нас в тренде стиль сафари Поэтому в этом году расскажу вам о нем еще раз Мода на стиль сафари не новость Она возвращается каждую весну с приближением отпускного сезона В этом году все без изменений На весенних показах было немало отсылок к мультфильму про Тарзана Но на сей раз к переосмыслению темы дизайнеры подошли с особой изобретательностью Сафари в этом сезоне получился совсем не топорным Многочисленные карманы, шуршащая холщовая ткань, лен, шнурки, застежки и грубые брюки Сошлись с романтичными драпировками, стройными рядами пуговиц в стиле ретро, романтичными блузками и даже корсетами Женственность на багги, одним словом Стелла Маккартни скрестила брюки-бананы с плащ-палаткой Марьям Насир Заде раскрыла льняную тему Ее платья и костюмы будут незаменимы жарким летом Стиль сафари особенно такой женственный Прекрасный дневной дресс-код Начинайте носить его прямо сейчас, и лето станет еще ближе Носить эти вещи мятами особый шик Так что пропитывайтесь летним настроением и идите по магазинам С вами была стилист Алина Ковалева, пока-пока Сафари нашим летом это то единственное, что может греть вам душу Ну, во-первых, вы будете мечтать Не единственное, почему? Может быть еще Бриллиант Может быть еще А может быть еще и хорошие новости Но к новостям мы совсем скоро обратимся Пока подведем промежуточные итоги У нас уже во втором части, сразу после выпуска новостей То есть через считанные минут 15 появится гость, который расскажет про ночной велопарад Гости нашего зовут Дмитрий Милантьев А мы у вас спрашиваем, как часто вы ездите на велосипеде 32% как ты и говорила в предыдущий раз По-прежнему говорят, что каждый день на работу и по делам Неужели все вы ездите каждый день на работу? Давайте-ка почестнее будем отвечать на этот вопрос На велосипеде Важная помарка Вы что, еще не уволились после сюжета с Евгением Креховым? По 23,5% сказали По выходным катаюсь в парках и загородом Или очень редко, но хотелось бы чаще 14% сказали Предпочитаю четырехколесный вид транспорта Таки, а что вам мешает? Вы делаете еще два колеса к вашему велосипеду? В любом случае, это все мы о группе ВКонтакте Саратов24 Заходите прямо сейчас Отвечайте на наш вопрос Пишите комментарии Все, озвучу в прямом эфире Ну а в нашем прямом эфире В нашей студии уже появилась кто? Она, человек, который неустанно, не моргая, просматривает абсолютно все информационные потоки Она знает точно больше, чем мы с Сергеем, поэтому передаем слово ей Екатерина Хиаркина, в нашей студии Доброе утро, Катя Доброе утро еще раз Что будет в этом выпуске новостей? Глава региона узнал, как идет ремонт дорог в городе В выпуске новостей расскажем, какие недочеты им были выявлены Также узнаете, у кого в области самый большой долг перед Саратов Энерго И что грозит за неуплату Мы говорим про компании или про частных людей? Про частных людей Скандал, интриги, расследования Но все-таки нам важны сегодня дороги Потому что велопарад совсем скоро Долгие свет отключили Ну я не знаю, к чему я это все говорю В общем, Екатерина Хиаркина А говорим это кому, что Да, прямо сейчас реклама Ой, прямо сейчас новости А потом мы вернемся Сразу после новостей в утреннем шоу Автопилот Как попасть на ночной велопарад? Какая погода ожидает саратовцев? Музыкальный фестиваль мирового уровня Где он пройдет уже сегодня? Летняя смена началась Летим на отдых с саратовскими авиалиниями Прямые авиарейсы из Саратова в Сочи Анапу, Симферополь и Геленджик Саратов Аirlines.ру Доброе утро, любимая Саратовская область Знала ли ты, вся наша область Что 8 июля в Саратове Состоится ночной велопарад Организаторы придумали интересный маршрут Обещают интересную программу Ну а что же необходимо иметь при себе? Как попасть на ночное мероприятие Расскажет наш гость Организатор мероприятия Саратовский ночной велопарад Дмитрий Милантьев Он же рядом с Леманом Мамедовой Доброе утро, Дмитрий Доброе утро Так, ну что? Мы все об этом поговорили Рады видеть в нашей студии Как идет этап подготовки сейчас? Денно и ночно откатываете маршрут? Да, конечно, мы откатываем маршрут Согласовываемся с администрацией С ГИБДД, со скорой Чтобы все прошло максимально безопасно Для участников И интересно Ну, непосредственно для тех, кто поездит уже Заявки подаются уже, да? Регистрации у нас нет Как правило, это просто встреча в социальных сетях Которые люди вступают И уже мы можем отслеживать Примерное количество участников Я так понимаю, это уже завтра? Да, это уже завтра Это в 21.00 Где? Площадь Ленина, Третья Дачная Оттуда будет старт Мы чуть-чуть позднее посмотрим Непосредственно на саму карту велопарада Для того, чтобы объяснить Как людям нужно будет двигаться Куда перестраиваться Где будут какие-то пить стопы И так далее Но вот это будут все-таки соревнования Или просто just for fun Будут кататься по ночному городу? Это не гонка То есть мы всегда об этом говорим Всегда заявляем То есть мы поедем в спокойном темпе Основная цель, прежде всего Это показать городу Показать людям О том, что велосипедистов много О том, что вот они есть О том, что нужно обратить внимание На инфраструктуру На условия для велосипедистов Вот, то есть мы поедем Обратить внимание автомобилистов Да, автомобилистов О том, что они есть Особенно они есть ночью Поэтому... А как родилась идея Именно ночного велопарада? Ну, идея ночного велопарада Это скорее, наверное Более неформальное продолжение Дневного велопарада То есть дневной Это более официальное А уже ночной Это более неформальное То есть это костюмы Также это яркие какие-то предметы Велосипеды украшают И больше фонарей Больше света На самом деле В Москве же довольно-таки часто Проходят ночные велопарады Просто ночные велозабеги Да там уже и марафонцы Ночью бегают Особенно в жаркую погоду Судя по всему В этом есть какой-то свой шарм В этом есть какая-то своя атмосфера Что вот вы чувствуете В этой ночной гонке В этой ночном параде? В ночном параде Просто это больше Вот именно неформально То есть люди сближаются Общаются Так как между велосипедистами Вот именно в Саратове Очень такое разрозненное отношение И именно вот ночная Такая вот поездка Она сбежает людей Позволяет много узнать Познакомиться с людьми И непосредственно прокатиться По основным Все-таки суббота Да, отдохнуть Хорошо Мне просто кажется Что сама поездка на велосипеде По городу подразумевает Такую экскурсионную составляющую Ты можешь свернуть куда-то не туда Ты можешь Я думаю Минимализировано не туда свернуть С такой колонной Но все равно Ты хочешь как-то порассматривать Город смотрится по-другому ночью На велосипеде это заметнее Да, на велосипеде Ощущается все по-другому Даже те горы Которые ты едешь на автомобиле Или на общественном транспорте Ты их не замечаешь На велосипеде ты конкретно их и замечаешь Ты обращаешь внимание на архитектуру На людей На какие-то достопримечательности Самое главное Что нужно сделать Чтобы попасть на этот велопарад Как я понимаю Если это ночная Ночной заезд Там нужно что фонари Как-то фары были на велосипеде Да, обязательное требование Для ночного велопарада Это наличие переднего и заднего освещения Вы предупреждаете об этом Или может вот так вот Кто-то приехал и придется разворачиваться Нет, мы обязательно предупреждаем Это обязательное требование Именно для ночного велопарада Так, конечно, велосипед, эмоции А что еще нужно с собой взять Для ночного велопарада больше ничего Только главное это для нас Для безопасности дорожного движения Это освещение переднее и заднее Непосредственный велосипед И хорошее настроение А в который раз проходит велопарад? Это проходит уже... Ночной велопарад проходит второй раз Первый раз он был в 2015 году Потом год пропустили И вот в этом году уже будет более обширный Более такое многообещающее событие А делаете ли вы остановки какие-то, когда едете? Ну, в этом, так как у нас маршрут всего 18 километров Мы проедем по центральным улицам Остановок у нас не будет Так как будем ехать где-то час, менее часа Поэтому, как правило, велосипедисты не нуждаются в остановке 18 километров, это как у меня до ближайшего супермаркета Я же молоком просто каждый день 18 туда, 18 обратно Давайте как раз посмотрим, как будет выглядеть Маршрут ночного велопарада Сможем его прокомментировать Объяснить, где и как необходимо будет двигаться Мы поняли уже, что начнем мы с площади Ленина Третья дачная Глобальная остановка общественного транспорта Будет заблокирована для транспорта, правильно? Да, да, то есть мы пойдем под сопровождением непосредственно ГИБДД И именно наша колонна будет отстранена от движения автомобильного общественного транспорта По проспекту 50 лет Октября Едем до Синова рынка и поворачиваем на Астраханскую Да, да, да С Астраханской на Московскую и до Чапаева Нет, нет, нет Едем по Астраханской до сквера железнодорожников Так Где непосредственно поезд Разворачиваемся Это ближе к горпарку? Да, да, да Далее мы поднимаемся до рабочей, к детскому парку Поворачиваем на Рахово Едем от Рахово до Московской По Московской, по Чапаево Соответственно, эти центральные улицы Через Породищево, через детский парк И уже выходим далее от Некрасова на Московскую По Московской отпускаемся вниз к набережной Финиш будет в районе Брудершафта, где надпись «Я дома» Вот на этом колочке Я думаю, спасибо, что живой Да, спасибо, что доехал до дома 18 километров На самом деле, казалось, 18 километров так много А ведь весь центр города объехали в этот момент Да То есть вы там центр города заскочили в три района, по большому счету В Ленинском побывали, через Кировский проехали Октябрь, да и почти до Волжс Кстати, проехал или проехали? Все-таки это единоличное участие или какая-то вот командная история? Да, это выступление от комьюнити какого-то Это больше командно, я считаю Потому что мы выступаем как общественное объединение Как велосипедисты общим фронтом И мы преследуем одни цели Как все велосипедное движение в городе Велосипедисты На какое количество участников все-таки вы рассчитываете? Мы планируем от 500 до 1000 участников И нужно учесть, что город будет перекрыт только в момент движения вас Как это было и при дневном велопараде То есть не будет заблокирован весь этот маршрут На протяжении всего велопарада Он будет фрагментарно закрываться Тогда, когда велосипедисты будут оказываться, например, на Астраханском Нет, в ночном велопараде улицы не будут перекрываться Мы будем ехать параллельно с общественным транспортом Транспортом, но будет перекрываться самой велосипедной колонной То есть мы выезжаем Вот именно этот участок То есть перекрывается наш полос, к которому мы едем Впереди машина А, то есть вы своим боксом просто едете И он оцеплен Именно, да, допустим, две полосы А встречная также будет ехать Автомобильное движение И все те, кто попутный Они будут уже за велосипедной колонной То есть ждать проезда велосипедной колонны Официальная часть, она все-таки во сколько начинается Давайте, чтобы наши зрители услышали точную Может быть, кто-то в субботу на даче Будет что-то вскапывать Ему нужно приехать в аккурат к старту Тогда в 21.00 мы это анонсируем как сбор участников Непосредственно И где-то в 21.15 начнется построение колонны И в районе 21.30 мы уже непосредственно стартуем А финишируйте? Финишируем в районе 22.30 на набережье И что будет после? И после в 23.00 стартует велоквест Для команд, которые зарегистрировались Это от двух до шести человек Который пройдет также по центральным улицам Непосредственно необходимо только собрать команду И иметь один смартфон Это велоквест абсолютно бесплатный И также первые три команды И получат призы от наших партнеров Вот это я понимаю, серьезно Давайте поговорим немного об атмосфере Самого ночного велопарада Какие костюмы приветствуются? Есть ли свой внутренний дресс-код? Есть ли правила приличия, которые необходимо соблюдать И которых, может быть, не знают те, кто нерегулярно пользуется велосипедом? Сергей, это тебе смс-ку Алина Ковалева прислала сейчас, чтобы узнать Это писалось дичьево? Да-да-да Мы не заявляем никаких определенных требований к дресс-коду, к костюму Как правило, мы акцентируем только на яркости, на интересности костюмов То есть никакой тематики в данном велопараде мы не придерживаемся Для нас самое главное, чтобы было ярко, светло и интересно Велопарад привязан Шуметь можно? Шуметь можно? Клаксоны Временами даже нужно, когда нужно кого-то отогнать от себя подальше А велопарад приручен к Году экологии Давайте тоже об этом напомним Пересаживайтесь в конце концов уже на велосипеды Вы, наверное, это и хотите показать, правильно? Ну, конечно, этим тем самым показать, что велосипед является... Может быть, какой-то слоган у вас есть? Слогана именно к этому нет, но мы призываем людей, призываем, да Использоваться в качестве альтернативного вида транспорта Потому что зачастую это быстрее, ну, это экологичнее, конечно же И это в какой-то степени увеличивает здоровье человека Ну, давайте поговорим о том, насколько комфортно в Саратове перемещаться на велосипеде Я думаю, это больная тема, которая набила буквально с ним мозоль На многих частях тела велосипедистов Расскажите, где классно ездить на велосипеде? Куда лучше вообще не соваться? И что не хватает городу для того, чтобы в теплый период года Все-таки это примерно полгода, да, в нашей регионе Можно было воспользоваться двухколесным другом? Ну, сейчас мы вообще отходим под термина сезонность велосипеда Так как пропагандируется, можно сказать, по всему миру Использование круглогодично, круглогодично использование велосипеда Это вот эти велосипеды с огромными покрышками И они тоже, вот Ну, а так, для людей, которые именно горят идеей велосипедного движения Без разницы, куда ехать, как ехать и когда ехать Они есть в любую погоду и по любым, можно сказать, местам Для начинающих велосипедистов, конечно, лучше выбирать более безопасные и, можно сказать, зеленые зоны Это скверы, это парки И в основном для этого более-менее предусмотрен центр города Вот, но велодорожки, велополосы у нас не особо... А сам как часто ездишь на велосипеде? Я езжу, можно сказать, не каждый день, но несколько раз в неделю точно Вот, бывало даже иногда езжу на работу на велосипеде Вот Дим, ну вот скажи, вот я просто сторонник не горных велосипедов С огромным протектором на покрышке С тысячей одной скоростью Тормозами здесь, здесь И еще где-нибудь вот здесь тормоз должен быть Я сторонник городского велосипеда Я люблю так сесть на какой-нибудь двойной велосипед Чтобы с кем-нибудь в паре покататься по городу Или чтобы впереди мне стояла корзинка Напихать туда соков... В общем, не спорт тебе, а развлечение нужно от велосипеда Ну и такое лайт-средство передвижения по городу В центре города, ну или не в центре, в каких-то районах Есть места, где можно покататься на обычном городском велике? Я сам ездил несколько лет на горный велосипед И вот в этом году пересел на горный велосипед С узкими колесами, с тормозом, с одним, без всяких скоростей Вот, на самом деле здорово на нем ездить Это получается даже быстрее Единственная проблема это дороги И водители, наверное, автомобили Водители, но на самом деле водители не так сильно Мешают, зачастую велосипедисты сами пренебрегают правилами дорожного движения И попадают в ситуации Вот, поэтому мы всегда призываем непосредственно самих велосипедистов Прежде всего соблюдать правила дорожного движения Ну а непосредственно на городских, круизных каких-то велосипедах То можно, я думаю, что ездить по проспекту, московской То есть такие более-менее улицы, не горные Так как вот эти велосипеды без крутых подъемов Я думаю, что сейчас пришло время анонсировать, что же будет завтра Пожалуйста, призывай всех наших телезрителей И к тому, чтобы они завтра пришли на велопарад Друзья, я приглашаю вас завтра 8 июля в 21.00 На ночной велопарад Он состоится со стартом от площади Ленина 3-й дачной И по завершению его в 23.00 будет организован велоквест от наших партнеров с призами Приходите все Ну а прямо сейчас с нами был гость, организатор мероприятия Саратовский ночной велопарад Дмитрий Милантьев Спасибо тебе большое за то, что ты пришел к нам И завтра, я думаю, много народ соберется Да будут у вас крепкие цепи Вернемся к вам сразу после небольшой регламной паузы Оставайтесь с нами Доброе пятничное утро, 7 июля на дворе Прямо сейчас многие выезжают на работу Или может быть куда-то где поинтереснее Ну а Сергей Гришнов сейчас расскажет, как же проскочить красные зоны Спасибо большое, Лиман На самом деле пришло время посмотреть на карты сервиса Яндекс.Пробки Что они нам говорят? Говорят они нам, заговаривают зубы о них Дают надежду, что сегодня утром вы доберетесь до работы без проблем Потому что 3 балла по сервису Яндекс.Пробки это сейчас Вот когда вечером вы соберетесь поехать куда-нибудь на дачу или за город Будьте готовы, что пробки станут сразу 10-ти бальные Ну а пока наслаждайтесь Накатайтесь с утра вдоволь, чтобы вечером спокойно стоять в пробках Проспект энтузиастов Выезд из заводского района до Арджиникидзе Едет со скоростью 25 км в час Переход с Арджиникидзе энтузиастов выглядит не самым лучшим образом Здесь скорость потока не более 10 км На Чернышевского с первых же метров скорость потока не превышает примерно 10-15 км Такая тенденция сохранится вплоть до улицы Радищева И только после Радищева все свободно И без проблем будем мчать с вами вплоть до предмостовой площади Помните, что неподалеку от улицы, имя которой я не знаю Ну а сейчас узнаю Григорьево Чернышевского Григорьева и тут ремонтные работы Поэтому вполне возможно, что здесь скоро соберется пробка Предмостовая площадь 25 км в час Мост из Саратова в Энгельс и из Энгельса в Саратов С максимально разрешенной скоростью Это значит, что километров 40 вы прям выйдете мчать Прям тапку в пол и помчали Лесо-Заводская после пересечения с Трудовой Вот с этой кольцевой развязкой Едется в скорости 20 км в час вплоть до моста из Энгельса в Саратов Обратим внимание с вами на Усть-Курдюмское шоссе Здесь, к сожалению, уже произошла авария Незадолго до пересечения с улицей Прудовая Буквально на светофоре Поэтому вполне возможно, что скоро здесь соберется довольно-таки большая пробка Ну а далее по Усть-Курдюмском шоссе До кольца строительного рынка все без проблем Лишь на кольце скорость потока не выше 30 км в час На Вашино и Танкистах на этом перекрестке продолжается пробка Которая не уходит от нас просто ни на одно мгновение По одной и по второй улице Скорость потока не выше 7 км в час Важное объявление С вчерашнего вечера начали ремонтировать улицу Танкистов Как раз на подъезде к Навашино Вот тот вот сложный подъем Ну может быть он сложный только для меня В общем, друзья, на этом подъеме Установлена техника, идет ремонт дороги Поэтому вполне возможно, что здесь скоро соберется Настоящая большая внушительная пробка Зато пробок не видно, не слышно Ими даже не пахнет издалека На выезде из Ленинского района Здесь все в порядке и по Шихурдинае По проспекту 50 лет октября И, о чудо, даже на стрелке пробки никакой не замечены Лишь снижение скорости до 20 км в час Ну и, естественно, друзья, не забудем с вами и про центр города По Соколовой в центр проехать будет не очень комфортно Во всяком случае на пересечении с Танкистов Здесь скорость потока составляет всего лишь 5 км в час Аналогичные истории на Соколовой от Рахова и до Симбирской улицы Поэтому, если вы собрались проехать к предмостовой площади Используя Соколовую, ну или это ваши традиционные артерии Для перемещения по городу Знаете, там сегодня пробка Большая горная тоже не сильно улыбается 20 км в час средняя скорость движения История повторяется и на улице Рахова Астраханская, на Кутикова, на Университетской На Степана Расина, на Большой Казачий И весь город окрашен желтым цветом Кажется, дороги намекают Пора бы уже и солнце появиться в нашем городе Для того, чтобы, ну как-то там разогреться И так далее, и тому подобное Ну а разогреет ли на самом деле В нашей области и в нашем городе Сегодня и в ближайшие дни Узнаем у Ляма Ну что там будет с погодой? Ну, в общем, кто не успел на пляж, тот опоздал То есть я не зря прошлое воскресенье провел на пляже Да, именно так Ну и о погоде на территории области В пятницу, 7 июля в Саратове и Энгельсе Облачно с прояснениями небольшой дождь Вот, кстати, небольшой или большой Я вот тут не буду отвечать за эти слова Потому что все может быть Ветер западный, 5,1 метра в секунду Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба Днем температура составит всего лишь 19 градусов Цельсия ночью до 15 В общем, ситуация, так сказать, не самая лучшая Но мы будем надеяться, конечно, что все-таки разогреет Разогреет у нас На самом деле, это святая тема Да Которую нам подкидывают просто небесам Попадем в смысле Я думал, сейчас кажется, священный служитель подкидывает ее нам Нет, нет, нет История в чем? Ну вот вам, когда не о чем поговорить с людьми Вы начинаете говорить за погоду И начинаете, и начинаете, и начинаете Вот, посмотрите, погода дает вам огромное количество шансов Стать ближе друг к другу И говорить хотя бы о погоде А там, кто знает, может быть, и общий интерес начнутся Найдутся Может быть, сравните Разговаривают между собой два козерога Все, тема удалась У вас и споры будут, и скандалы И вы не забыть друг друга никогда Я думаю, то, что нам сейчас обязательно нужно поговорить про опрос ВКонтакте Да, без проблем Знаешь, почему? Потому что мы должны знать, как наши зрители добираются до работы Очень хочется знать А большинство людей ответило, значит, у нас на странице ВКонтакте Что они добираются каждый день на работу, на велосипедах Тогда кто все эти люди здесь? Подожди Может быть, это профиль велосипедистов? Может быть, они уже репетируют велопарад Далее голоса разделились между теми, кто иногда ездит на велосипеде, кто не любит и не хочет просто-напросто Ну, на самом деле, велосипед все-таки нам мало представляет средством передвижения городским, которым можно пользоваться именно в Саратове Потому что, ну, как-то здесь велодвижения, мне кажется, только начинают развиваться активно Ну, только дороги у нас развились в конце концов Поэтому, конечно, ну, я имею в виду набережную новую, да, и Рахова, которую будут сейчас уже активно реконструировать Поэтому мы надеемся, что вы, наши дорогие телезрители, действительно не обманывайте нас и часто садитесь на велотренажер, хотел сказать я Ну, вот, кстати, велотренажер становится отличной историей в холодное время года Ну, и вот некоторые мои знакомые говорят, что они бы с удовольствием перемещались бы по городу на велосипеде Но не готовы выкладывать большую сумму денег за хороший велосипед, а плохой не хочется покупать Ради того, чтобы им пользоваться только полгода или месяца четыре Потому что все остальное время без машины ты не человек Козерог ты вообще Тот еще Ну, а прямо сейчас мы узнаем, что же этих козерогов ждет Сегодня Мария Билат готова к прогнозу Мужчина-телец, женщина-стрелец Жизненно важные вещи объединяют и обогащают этот союз Деньги, страсти и любовь Всего этого у этой пары предостаточно Доброе утро! С вами астропсихолог Мария Билат И мой прогноз на текущий день Сегодняшний день лучше спланировать по определенным заранее планам И четко им придерживаться Подходит для размеренной и сосредоточенной работы На результат Мы невосприимчивы к эмоциям других людей Эмоциональная сдержанность сегодня может стать причиной непонимания со стороны близких нам людей Овин, финансовые разногласия в делах будут осложнять ваше финансовое партнерство Телец, ваши деловые качества сейчас на пике И если вы ими еще не воспользовались, то сегодня самое время Близнецы, любые операции с недвижимостью будут успешны Действуйте! Рак, сотрудничество и партнерство поможет преодолеть временные сложности в карьере и выйти из этого тупика Лев, можно позволить себе небольшой отдых и даже маленькие подарки Дева, неопределенность в отношениях с партнерами станет причиной беспокойства Весы, не стоит браться за сложные задачи Отложите их до понедельника Скорпион, неплохой день для любого планирования и составления планов на будущее Стрелец, укрепление связи со старыми друзьями будет хорошим финалом Это и удачный во всех смыслах недели Козерог, профессиональные проблемы заставят вас собрать все силы для их решения Водолей, сплетни вокруг вашей персоны могут породить ненужные вам проблемы Постарайтесь не обращать на это внимание Рыбы, имея в распоряжении свободное время, вам будет непросто придумать, чем его можно занять Если каждое утро вы с грустью смотрите в окно в ожидании второй половины Возможно, вам стоит почаще покидать стены своего убежища Если вы уже это делали и не раз Тогда жду вашего письма с указанием даты, времени и места вашего рождения Звезды знают все решения, я в этом уверена Тим на отдых с саратовскими авиалиниями Три раза в неделю действует тариф социальный Купить билеты на сайте saratovairlines.ru Рады приветствовать тех, тех, кто только что проснулся Тех, кто просыпается и тех, кто готовы встречать это утро вместе с нами Лиман Мамедова И Сергей Гришнов А сейчас цитата от Екатерины Егоровой Не просто взять и сесть на велик, не хватит на хороший денег А если ездить на обычном, мозоли будут непривычны Вот такой вот у нас Такой четверостишья Екатерина написала в тему нашего вопроса на страничке ВКонтакте Как часто вы ездите на велосипеде? Можете присоединиться к этому вопросу до конца часа В конце будем подводить итоги для того, чтобы узнать, какого мнения вы на эту тему Что вы там себе напридумывали и как часто вы на велосипеде себе позволяете прокатиться Есть еще один комментарий, его тоже Несколько смсов, кстати Все их прочтем тоже в конце часа Ну а прямо сейчас цифра дня 250 Именно столько велосипедистов приходится на один автомобиль в Китае Вот так вот, посмотрите, как же это здорово 250 велосипедов и одна тачка, друзья Учитесь! Да, здорово будете! Сказал Джеки Ча Мне кажется... И растет кирпича голову Действительно, ну 250 автомобилей и... Подождите, 250 велосипедов и один автомобиль Вы только представьте, какая это большая разница Ну, вообще поговаривают, что там есть некоторые вопросы, связанные с тем, что на автомобиль необходимо каждый год платить налог в размере стоимости этого автомобиля Так, как и во многих странах, поэтому мы бы еще помолчали, помолчали Вот, и в общем, друзья, давайте тоже как-то популяризировать велосипедные движения А то налоги поднимут Работодатели, ставьте души, хотя бы душ-топтун у себя на работе, для того, чтобы можно было комфортно себя чувствовать на рабочем месте Да Ну и... Сейчас... Завтрашнего мероприятия, которое пройдет 8 июля Напоминаю, в 21 час Итак, город погружается в ночь Засыпают все и просыпается Веломафия Это он и есть, наш герой сегодняшний, Дмитрий Милантьев Посмотрите, как здорово они, слушай, ну прямо форсаж на велосипедах По театру оперы и балета Все как должно быть Итак, 21 час, старт этого мероприятия назначен именно на это время Около театра, около ДК России, на Третьей дачной На кольцо Третьей дачной площади Ленина Именно там состоится старт этого мероприятия Но около театра тоже наши зрители могут оказаться Если останется на квест, который пройдет сразу после велозаезда Возможно, даже какие-то ценные призы и подарки Какие именно, вы узнаете, если сами примете участие Напомним, что велоквест начнется не раньше 11 ночи Около Стеллы Ядома на набережной Космонавтов Ну а на какие мероприятия еще вы можете попасть в ближайшее время Расскажет Анастасия Куклева, впереди рубрика Афиша Ну вот и наступило лето, а вместе с ним и пора отпуску Куда поехать, вариантов предостаточно В лидерах фестиваля Альфа Ключи Пипл, нашествие фикник Афиши и фестиваль салютов В этом специальном выпуске Афиши я, Анастасия Куклева, дробно расскажу вам О самых ожидаемых российских фестивалях этого лета Ну а какой из них выбрать, решайте сами Свежий воздух и яркое солнце Тайный аэродром на берегу Волги Музыка, которая меняет настроение Технологии, которые меняют мир Все это самый ожидаемый фестиваль электронной музыки этого лета Альфа Ключи Пипл Пройдет он под Нижним Новгородом с 7 по 9 июля Гостей грандиозного опен-эра ждут более 120 диджей В списке и наш земляк Александр Попов Самая большая сцена в стране Территория 50 гектаров Рекордная мощность звука и уникальное световое шоу До мелочей организаторы продумали и всю инфраструктуру Кемпинги, парковка, бесплатный вай-фай и точки для зарядки гаджетов Любители активно провести время на свежем воздухе Ждут занятия йогой, волейбольные площадки, соревнования по американскому футболу А также популярные в последнее время пилоны, балансборды, батуты и воркаут Но и самое главное, голодным на фестивале никто не останется Все три дня гости смогут наслаждаться едой на любой вкус Включая блюда американской, мексиканской, греческой, паназиатской, русской кухни И блюда для вегетарианцев Три дня непрерывной музыки и драйва 800 киловатт звука Более 80 лучших музыкальных коллективов страны Все это ждет вас 7, 8 и 9 июля на главном приключении года Нашествие Это не просто фестиваль Это самый грандиозный и масштабный музыкальный опен-эр Который проводится в нашей стране Это отдельная культура, созданная нашим радио И, конечно же, участниками фестиваля Которые много лет приезжают на поле, чтобы насладиться музыкой, свободой и непередаваемыми эмоциями В этом году перед гостями выступят Алиса, Вячеслав Бутусов, Укрыникса, Сплин, Ума Турман, Анимация, Серега, Несчастный случай, Найк Борзов, Дельфин, Черный Кофе и другие легендарные музыканты Ночными хедлайнерами станут Гарик Сукачев и Бригада ИС, выступление которых завершит второй фестивальный день В этом году саратовские ценители рок-музыки и нашествия отправятся на фестиваль организованно На комфортабельном автобусе в компании ведущих нашего радио Саратов Если у вас уже есть билет на фестиваль, но нет компании Или вы просто хотите с комфортом добраться из Саратова на фестиваль и обратно То вы можете приобрести билеты, позвонив по номеру, который сейчас видите на своем экране Количество билетов ограничено, поэтому торопитесь Любите пикники, музыку и Москву? Тогда не ломайте голову и отправляйтесь этим летом в столицу В конце июля там пройдет ежегодный фестиваль «Пикник Афиши» По традиции этот фестиваль примет дружелюбный парк Коломенское Посетители ждут всевозможные развлечения от настольных игр и огромного телевизора с мультиками До вечеринок у бассейна Специальная зона отдыха, как обычно, появится рядом с главной сценой Вы увидите и услышите любимых музыкантов ближе, чем кого-либо еще Компанию вам составят журналисты, режиссеры, актеры, музыканты и другие деятели искусства Те, кто с гордостью называются друзьями Афиши Неполный список участников фестиваля выглядит так «Блэк Кандинские грибы», «Абра», «Хаски», «Луна», «Онзе Гоу» Пропускать это масштабное музыкальное событие не рекомендую Ведь «Пикник Афиши» это как Новый год, только летом Ну а самым зрелищным фестивалем этого года я, пожалуй, назову фестиваль салютов Ведущие специалисты из Европы, Азии и Латинской Америки соберутся 19 и 20 августа в Братсеевском парке Москвы Чтобы подарить зрителям захватывающее по красоте пиротехническое шоу на воде Тема фестиваля «Москва на семи холмах» В списке участников ведущие пиротехнические команды из Австрии, Армении, Бразилии, Китая, России, Румынии, Хорватии и Японии В дни мероприятия в Братсеевском парке появится 7 исторических холмов В рамках дневной программы гостей ждут тематические развлечения Исторический футборт, улица Ремесла, зона новых технологий, встречи с писателями и поэтами Мастер-классы, уличные перформансы, выступления звезд российской эстрады, спортивные развлечения, квесты и игры для всей семьи Конкурсная программа начнется в 21.00 По регламенту командам на выступление отводится по 9 минут Каждый конкурсный день зрители смогут увидеть 4 пиротехнических шоу Всего участники произведут около 60 тысяч залпов, используя примерно 27 тонн пиротехники Высота фейверков будет достигать 200 метров Согласитесь, такое яркое зрелище можно увидеть только раз в год Поэтому бегом за билетами Пожалуй, на этом я остановлюсь Выбирайте площадку своей мечты и заносите дату проведения в календарь Отдыхайте, путешествуйте и наслаждайтесь любимыми мелодиями и красочным зрелищем Но для тех, кто об отпуске этим летом может только мечтать Через несколько дней я расскажу, чем занять себя в нашем городе Ведь в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете Утреннее шоу Автопилот отсчитывает последние минутки Остается время подвести итоги и поблагодарить вас за то, что эти 2 часа просыпались вместе с нами Мы взбодрились, никакого кофеина, ничего мы не употребляли, но при этом мы весело, бодрые и нам хорошо Вопросы щипали друг друга немножко Ну чтобы проснись во время рекламы, когда Сергей немножко подзалипался Но прямо сейчас комментарий от Евгения Фролова зачитает известный рэп-исполнитель Да, но из МС иногда просыпается во мне, вчера у меня просыпался и Минем Сегодня постараюсь прочитать тоже в каком-то подобном духе Организовать такое масштабное мероприятие, несомненно, хорошо, говорит Евгений Фролов Но я бы, как автолюбитель, поддержал бы вас Если бы вы взяли с собой плакаты, ну или другие агитационные материалы И с каждым пробегом напоминали о проблеме велодорожек и выделенных полос Евгений, ну вот мы же можем просто взять и поехать на велосипеде Ну сейчас нормально было Да, что начинаете? Мы же можем с вами просто взять и нарисовать сами эти агитационные плакаты Повесить у себя статус на страничке ВКонтакте, что я поддерживаю велопарад И все Ну или майку с какими-то яркими принтами, не забуду мастера Идите за бейсикл, бейсикл Просто наденьте на себя футболку с велосипедом Нарисуйте что-нибудь, напишите Не жалейте себя И в добрый путь, в добрый путь Крутите педали, пока не дали, как говорили Ну так вот, давайте мы еще раз напомним, что 8 июля Это завтра в 21 час Вас ждут на слете белолюбителей Где? На площади Ленина В 9 часов вечера маршрут ведьеватый Так что лучше ознакомьтесь с ним на страничке ВКонтакте Или в Фейсбуке, в Инстаграме Ну и конечно Фары, хорошее настроение, обязательно Протрите, да, фары Поэтому если мы его вам уже сейчас подняли То давайте-ка держите оборону И не переживайте ни за что И почаще улыбайтесь Вот, смотрите, еще есть сообщение у нас На СМС-портале Сергей Леван, доброе утро Передайте привет моей подруге Парвине Красивые Она работала всю неделю и очень устала Поздравляю ее с пятницей Мы тоже вас всех искренне поздравляем с пятницей Пускай вам за все ваши старания наконец-то прибудет Пускай вам уже и деньги на карточку упадут в эту пятницу И я не знаю, что еще Красивая девушка вам упадет в руки Кексик Девушкам кексик упадет, конечно же, в руки Вы заслужили это Вы добились этого Вы дожили до пятницы Бог труда целует вас в ваши веки Я сейчас так хочу сказать, что голодные игры закрыты Увидимся с вами в следующем сезоне Нет-нет-нет, увидимся сейчас с Екатериной Хергинин Это не голодные игры, это выпуск новостей Кать, доброе утро Что сегодня будет еще новенького? Представители госжилинспекции проверили, как живут семьи в разваливающемся И затопленном доме по улице 2-ая гуселка В выпуске расскажем, какое решение было принято по этому вопросу Также затронем тему новшеств в образовании в Медуниверситете Саратова А вот это и есть голодные игры На этом мы с вами прощаемся Хорошего всем дня и следите за новостями В понедельник увидимся с вами Пока Партнер программы Саратовские авиалинии Пристегните ремни, мы набираем высоту Летняя смена началась Следим на отдых с Саратовскими авиалиниями Прямые авиарейсы из Саратова в Сочи Анапу, Симферополь и Геленджик Саратовэрлайнс.ру